Всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал Вулл Хоккей! В этом видео мы посмотрим обзор матча между Buffalo Sabres и Крылья Советов в рамках суперсерии 1976 года между клубами NHL и СССР. В своем первом матче 29 декабря 1975 года Крылья обыграли Питтсбург 7-4. Матч против Sabres состоялся 4 января 1976 года на переполненной арене Memorial Auditorium в Buffalo. Buffalo дошел до финала Кубка Стэнли на пятый год пребывания в лиге. В сезоне 74-75 они проиграли в финальной серии Филадельфии со счетом 2-4. И в сезоне 75-76 убедительно доказывали неслучайность своего успеха. Sabres начали чемпионат с 8 побед подряд, а из первых 20 матчей проиграли только 3. Крылья Советов прилетели на суперсерию в ранге вице-чемпионов СССР. Изучение соперника, предпринятое тренером Buffalo Флойдом Смитом, оказалось очень продуктивным. Он рассказал позже, что просмотрев видеозапись матча в Питтсбурге, полностью изменил план на игру, наказав защитникам играть как можно осмотрительнее и строже. А к Александру Якушеву представил персонального опекуна Джерри Короба. В плане подготовки к следующему сопернику игроки Крыльев сходили на матч регулярного чемпионата NHL Buffalo против Лос-Анджелеса. Игра закончилась со счетом 6-9 в пользу Kings, но проходила в невысоком темпе и большого впечатления не оставила. Однако впечатление было обманчивым. Эта игра не была показательной, в декабре у Buffalo наступил некоторый спад. Но она повлияла на общее настроение, создав вкупе с эйфорией от несложной победы над Питтсбургом иллюзию легкости. Т ойфовą, александр Якушеву, сестрен verr так facelim的是 Белых ureктantrage в Лид-Госвитии самарова fifth биля беспредел For the Buffalo Sabres Jerry Korab and Bill Hite number four is Jerry Korab and number 24 is Bill Hite. And the tension is really building here at the odd in Buffalo as the two teams get set for the first period. And it's been slowing this afternoon here in Buffalo. I found that out. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спустя ровно одну минуту после первой шайбы Сейбер забросили вторую. На этот раз отличился Жильбер Перо с передачей Джерри Короба. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На 12-й минуте первого периода клинки забросили третью шайбу в ворота крыльев советов. Сделал это Терри Мартин с передачи Фреда Стэнфилда. Субтитры делал DimaTorzok 6.57 Соботит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На 400-й минуте периода крылья забросили первую шайбу в матче. С передач Якушева и Шалимова отличился Владимир Ряпнев. 1-3. Через 38 секунд после гола Ряпнева Терри Мартин во второй раз в матче поразил ворота Сидельникова, сделав счет 4-1. Терри Мартин во второй раз в матче. There's a go. We're all around in front of the net. He lost the puck. 2-38 remaining in the period. That's a little minute to go in the first period. 4-1 Buffalo. Here comes the wings and they couldn't get it over the line. The shag went after it. Lost it. Over the line now for Kotak. Kotak closing in. Oh! Под занавес первой 20 минутки крылья сократили разрыв в счете. С великолепной передачей Сергея Котова шайбу забросил Сергей Капустин. 2-4. Шрекины бета-бета-бета-пред есть 4-5. Капустин МММ. Сär Г inquister на дверь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В начале второго периода Сейберс забросили свою пятую шайбу Сидельников справился с броском Дэнни Гейера, но шайба осталась прямо перед вратарем крыльев И первым на добивание успел Джим Лоренц, который отправил шайбу в ворота 5-2 Александр Крикликов is coming in Субтитры создавал DimaTorzok После пятой пропущенной шайбы крылья советов поменяли вратаря Вместо Александра Сидельникова в ворота занял Александр Куликов И первым же броском пропустил шайбу от Ренера Бера 6-2 Buffalo 6 And the wings of the Soviet 2 That goes back in there in wings territory Number 13 left at there Kuznetsov And it's brought up now by Kapustin Kapustin is gonna go back Number 15 He didn't like where everybody was Kotov is with him A pass, a quick break Here's the shot and score And a quick break inside the blue line by Repnev And they caught the upfloor defense playing up Repnev showed a brilliant shot And that's his second goal of the hockey game as we watch again punch Look at this, slap shot В следующей смене после гола Робера Владимир Репнев оформил дубль в этом матче После отличной передачи Сергея Капустина Также передачу в свой актив записал Виктор Кузнецов 3-6 Perreault Getting it over to Jury Korat Back to Perreault With Martin Martin in the Oh, and a goal Another rebound And they missed that one Three chances right in front of the net Punch throws his arms up in the air As all three Sabres had a shot at it Perreault, Martin, and Stanfield Now there's Richard Martin trying it again He's back of the net Gets it back to the blue line to Jury Korat Here's his shot Goal! That may have been tipped Was it tipped by Richard Martin, I wonder To give him the third goal Or it may have gone to Korat We'll have to wait and see That was a tough one to call I think it hit Martin You think punch does it hit На 9-ой минуте второго периода Щелчком от синей линии Отличился Джерри Короб С передачи Мартина и Перро 7-3 в пользу Баффало And Jameel Lorenz has gone to center-right Now with Danny Deere And Craig Ramsey lost his stick Otherwise he may have had a break The back come the wings of the Soviet A long shot Came out in front Oh! The Sabres put it in their own goal Gavramah Got all mixed up And look at Dejardin Через 14 секунд после гола Короба Защитник Баффало Жорстлин Гаверму Отправил шайбу В свои собственные ворота Гол записали на Виктора Шалимова 4-7 It's back to the blue line as they pass it around And Danny Deere And Stenfield Oh! Pick the inside of the right And these shots are deadly Either that or the goalkeeper Is staying in their place Danny Deere На 32-й минуте матча Дэнни Гейр с передачи Стенфилда И Короба Броском с довольно острого угла Сделал счет 8-4 В пользу Баффало Через полторы минуты Клинки забросили девятую шайбу Отличился Питер Макнепс Передачи Терри Мартина И Жильбера Перо Питер Макнепс Питер Макнепс Питер Макнепс В начале третьего периода Виктор Кузнецов вывел Сергея Капустина Один на один с Дежарденом Нападающий Крыльев Ушел от защитников И броском отправил шайбу В сетку ворот 5-9 Питер Макнепс Питер Макнепс Питер Макнепс joеб claimed бимUs 이런 трюбия Питер Макнепс Д��� gather 하면서 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После продолжительной атаки Баффало Фред Стэнфилд все-таки забросил свою первую шайбу в матче И десятую на счету Сейберс Передачи в свой актив записали Терри Мартин и Жильбер Перро Десять пять Сергей Бабинова сделал счет 10-6 Также передачу на свой счет записал Владимир Крикунов Терри Мартин в центрах История Голом шаг Терри Мартин Субтитры сделал DimaTorzok из скорой Субтитры делал DimaTorzok На 15-й минуте третьего периода Гейер оказался самым расторопным на пятаке крыльев. После его подставления шайба заползла в ворота Сидельникова. 11-6. Субтитры делал DimaTorzok And it's brought out by Jerry Korraff. Tipped out over the line. Parole went after it. Parole's got it. At center. Over the line. And topside called by Leipzig and D'Amico. They're just a little anxious. Next telecast in this series Thursday night from the Boston Garden. Kicks it to the blue line but not out. The Afton. Then had it handed to Peter McNabb. A clear pass to Martin. And Martin just failed to get through. Now then Peter McNabb continues to forecheck. Wrapped it back to Spencer. Gets it back to him. Spencer. Into the corner to Peter McNabb. Right there. Gets it back to Brian Spencer. Brian Spencer. Oh boy. And it's 12-6. And Spencer throws the glove high in the air. After completing that bit of tricky passing. That paid off. Чуть меньше двух минут оставалось до окончания встречи, когда Баффало забросил свою 12-ю шайбу в ворота крыльев советов. Сделал это Брайан Спенсер с передачи Макнеба и Робера. It comes over here to build high 10 seconds left. Over the red line at center. Shot it in. It goes around on the board. And there's five seconds left. A standing ovation. Standing ovation for the Buffalo Sabres. This crowd really treated to a hockey thrill of a lifetime here this afternoon. Punch, thank you so much for joining us today. It was a real treat having you along. And on behalf of hockey fans everywhere, we'll just stop. Watch this wrap. Four, three, two, one. The game is over. And the Buffalo Sabres have trounced. The wings of the Soviet, 12 to 6. Listen to this crowd. It erupts here. Матч закончился с фантастическим счетом 12-6. Это самое крупное поражение советской и российской команды за всю историю встреч с клубами НХЛ. Каждый четвертый бросок в этой игре достигал цели. После пятой пропущенной шайбы наставник крыльев Борис Кулагин отправил на лавку вратаря Александра Сидельникова. Но после седьмой вернул его обратно. Ничего не помогало. В каждом из трех периодов преимущество Баффало было очевидным. Защитник крыльев Владимир Крикунов годы спустя назвал единственную причину поражения. Баффало мы продули по собственной дурости. Посмотрели накануне, как они по льду против Лос-Анджелеса ползают и решили, что обыграем их одной левой. А американцы вышли на лед и принялись летать. Мы не знали, в какую сторону бежать, кого хватать. 6-12 все закончилось. Скандал, помню, был грандиозный. Мол, как могли столько пропустить? Пришлось реабилитироваться в следующих матчах, сказал Крикунов. Реабилитироваться удалось. В следующих встречах крылья Советов одержали победы над Чикаго и Нью-Йорк Алендерс и в итоге выиграли свою часть суперсерий. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео.